Так получилось, что из оборудования для стойки у меня остались только грелки, а так как у нас довольно теплое время, то снимать обзор по ним было бы довольно странно, так что сегодня просто обойдемся новостями как по стойке, так и не совсем. Так что всем привет, сегодня будет обзор на новостной выпуск, но собственно без обзоров. Начну с грустных новостей, на выходных не стало одного из моих долгожителей, вот этой вот неретины. В начале года я делал ролик про неретину и рассказывал в том числе и историю появления у меня именно этой улитки. Мне ее просто подарили в одном из магазинов в июле 2013 года. Таким образом она прожила у меня 5 лет, 1 месяц и неделю. Кроме того, она тогда уже была взрослая и я собственно и нашел ее в аквариуме магазина благодаря игре, которую она обильно обклеила оборудование аквариума. Так что я считаю, что ей было как минимум полгода, что значит, что ее возраст на момент смерти был как минимум 5,5 лет. Не правда ли это сильно контрастирует с той информацией в интернете, что они живут максимум год-полтора. Так что не бойтесь короткой жизни этих замечательных улиток. Создайте им несложные условия и все будет отлично. Также можете видеть разницу в рисунке в начале раковин и ближе к краю. Я думаю, что именно в этот период ее поймали и привезли в Россию. Резко изменились условия и изменился рисунок панциря. Это бывает. Также в пользу этого говорит то, что в этом месте раковина более хрупкая, что может указывать на то, что в это время и не хватало необходимых веществ для постройки панциря. Но хватит о грустном, немного о канале. В последнее время у меня очень своеобразно работает оповещение на ютубе и как оказалось у меня появились несколько комментариев, о которых я не подозревал и нашел их случайно. Я не знаю как давно это происходит и мог что-то упустить. Я читаю все комментарии и если есть что на них ответить отвечаю. Если ответить нечего, то отмечаю лайком. Если я пропустил чей-то комментарий, то извиняюсь. Я зря доверюсь автоматике, а она иногда подводит. Повторюсь, что комментарии я читаю и принимаю все во внимание. В том числе это касается и тем следующих видео. Сейчас в производстве находятся несколько выпусков, темы которых не подсказали подписчики. Да и обратная связь и адекватная критика важна в любом деле. Так что комментарии только приветствуются. А еще у меня небольшое пополнение. Вы могли понять из прошлого видео, что мы иникаргуанцы решили отнереститься. Вот такой результат. Не скажу, что прямо очень много, всего 16 личинок, но все же. Это первый нерест. Самка безнадежно затянута. А еще она скорее всего с одного выводка с моими самцами. Они просто не продались в магазине, в котором я брал своих самцов и даже в половину размера моих не выросли. Также заметил довольно интересную особенность, вернее отсутствие одной особенности у икры, которую можно найти в интернете. В общем наблюдаем дальше, растим и копим опыт. И если все будет удачно, то в середине октября в графике моих видео довольно подходящее окно и надо бы его заполнить. Ну а так мы подошли к самой стойке. В прошлый раз мы остановились на том, что у меня стоили на два аквариума и они стояли сохли. С третьим немного не повезло. Из-за переклейки самого нижнего у меня просто-напросто закончился силикон и пока купил новый, пока был занят другими делами, не было времени его склеить. Но на этом его приключения не закончились. Я был бы не я, если бы не разбил одно из стекол. И по закону подлости разбил самое большое днище. Так что пришлось слегка разориться на новое. Не дорого, но с моим ограниченным бюджетом не самая желанная трата. В результате я пока не могу склеить аквариум на крышку стойки. Просто из-за нового дна и силикона мне пока не хватает финансов. Так что пока ждем. Сейчас аквариум склеен и стоит сохнет. Прошло уже три дня, кое-кто из тех, кто клеит аквариум у нас в городе, к этому моменту уже передают их заказчикам. Я же предпочитаю не торопиться. Это не сильно к спеху, тем более что у меня два других готовых аквариума и пока буду ими заниматься. В общем в начале недели проверю на протечке и если все хорошо, то в следующую пятницу вы узнаете, что с ним стало. Останется с ним примерно то же, что и с двумя этими. Сейчас это простой тестовый запуск. Посмотреть что и как и что-то подредактировать. В Одессе светом лучше видны различные недостатки, чем просто в пустом аквариуме и перед настоящим запуском я буду их устранять. Сейчас отплавают омеки, которых я получил в процессе теста от садников, часть из них нашла новых хозяев, часть пока плавает в зоомагазинах, а эти скоро уедут. Мне понадобился их аквариум для небольшого лечения и тут им явно лучше. Простейший аэрлифт, которого тут не хватает, пара анубиасов и три седжика. Это те самые из того нереста, который я снимал на видео. Как помните, я предсказывал, что вскоре забота родителей ослабнет и мальков просто съедят. Так и случилось. Через несколько дней после релиза ролика я заметил странную активность акар и геофагусов, которые охотились на мальков. Сколько смог, поймал. И вот три из них, сейчас тут, еще два в этом аквариуме. А седжики остались жить в том же аквариуме и регулярно нерестятся. А это тот самый злополучный аквариум с не менее злополучными геофагусами. Эксперимент, можно ли получить нормальных мальков от затянутых родителей. Как оказалось можно, только теперь тут не менее своеобразный эксперимент под названием, можно ли получить нормальных цихлик и за три первых месяца их жизни пролежать в больнице. В общем так или иначе рыба крайне крепкая, хоть и подзатянулась. Это часть мальков, остальная часть там же где и была, а часть я отобрал для себя и они сейчас с акарами в этом ворснике. Также они уедут вместе с омеками и тогда я начну уже нормальный запуск аквариумов. Сперва только еще раз почищу их от пятен и остатков силикона. Также из старого стекла от теплиц я сделаю покровные стекла. Вот такие вот новости. Вроде бы ничего особенного, что может тянуть столько времени, но полимеризация силикона и запуск аквариума – самые долгие процессы, в которые ты больше сидишь и смотришь на то, как все само собой делается, чем сам что-то делаешь. От этого никуда не деться и торопиться ни в коем случае не стоит. Если торопить склейку аквариума, то можно получить очень плохие последствия в виде разошедшего севершва или просто отрыва стекла. А если торопить запуск, то можно погубить рыбу. Тем более у меня в этой стеке будут жить в том числе и ларикариевые сомы, которые очень чувствительны к азотным соединениям и просто-напросто отправятся в новом аквариуме. Дальше ждем, наблюдаем. Тем более, что аквариумов много и всегда есть чем заняться. На этом сегодняшний новостной выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр и как всегда жду всех на новые видео. Всем пока.